Сегодня в программе. Биологическая система земледелия в действии. О каких результатах в использовании минимальных технологий говорят фермеры? Можно ли сегодня подсчитать рентабельность производства? Ученые на страже урожая. Как белгородские энтомологи выращивают насекомых, позволяющих заменять химикаты в борьбе с вредителями? Фермер, коневод, кооператор, коллекционер. Евгений Беличенко из Белгородского района делится опытом, как создать эффективное многопрофильное крестьянско-фермерское хозяйство. Подробности прямо сейчас. Губкинский фермер Владимир Шляхов уже почти четверть века сеет и жнет. На своих 375 гектарах он выращивает зерновые, бобовые и подсолнечник. Последние два года по минимальным технологиям. Мы стали замечать, что та система земледелия, которой мы пользовались много лет, она начала давать сбой. И как-то заметно стал падать урожай. Понимаете? Мы начали смотреть причины, пытаться разобраться. Пришли к выводу, что нам нужно кардинально менять, начиная от парка техники, кончая по сходам вообще. И потом подоспела эта программа. Она совпадает, собственно, с нашими желаниями, отчаяниями. Мы, конечно, в начале пути находимся, но что в наших силах мы пытаемся сделать. Напомним, что долгосрочная программа внедрения биологической системы земледелия на территории Белгородской области заработала в регионе в 2011 году. Ее цель – восстановление плодородия почв. Она предусматривает переход сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности на дифференцированные севообороты и увеличение площадей под многолетними травами. Внедрение седиральных и промежуточных культур, применение химических миллиарантов, органических удобрений и пожневных остатков с одновременным снижением использования минеральных удобрений, вплоть до полного отказа от их применения в будущем, а также внедрение технологий сберегающего земледелия. Мы остановились на мелком сначала лущении после уборки, комбайн уходит с поля, сразу заходит орудие. В этот же день, буквально следом, чтобы использовать теневую влагу, мы обрабатываем биологическими препаратами и закрываем широкозахватным лущильником. Затем, перед уходом в зиму, мы работаем такими стерневыми культиваторами, вот они, вы видите их, потому что, если работать перед зимой дисковыми орудиями, то это очень вредно, к выводу, что очень вредно для почвы, и весной очень много проблем. Очень быстро сохнет влага, вылетает, трескается земля. Стерневой культиватор лучше выполняет эту задачу. Стараемся работать этим культиватором на максимально мелкую глубину. В идеале, минимальная обработка должна быть 5-8 сантиметров. Парк техники для работы по новой технологии, конечно, полностью заменили. В крестьянско-фермерском хозяйстве Владимира Шляхова появились новые бороны и стерневые сейлки, способные за один проход по полю совершать несколько операций. Культивацию, посев, внесение удобрений и прикатывание. Самое дорогое и затратное – это приобретение, конечно, комбайнов. Поскольку я считаю, что, чтобы не опоздать осенью, сделать правильно осенью этот объем работы, необходимо в максимально короткие сроки убрать то, что вырастили, и не допустить потерь. Для этого вот комбайны, два комбайна, сейчас приобрели третий комбайн. Вот. Это самый дорогостоящий. Это, ну, каждый комбайн, там, около пяти, там, с небольшим миллионов. Вот. Ну, они-то необходимы покупать, потому что солому иначе нельзя распределить, нормально изрубить и распределить по площади, не имея хороших, мощных комбайнов, способных это сделать. Надо сказать, что технику приобретали в складчину. Несколько губкинских фермеров, включая самого Владимира Шляхова, объединили свои хозяйства, чтобы вести единый севооборот и экономить на приобретении техники. Новый автопарк не стал исключением. Что-то приобреталось за собственные средства, что-то в кредит или с помощью лизинговых средств. Любая технология требует затрат. Ну, тут самое главное не то, чтобы боязнь потратить, а тут самое главное потратить так, чтобы получить двойнее большую прибыль. Если все правильно делать, все правильно делать, ну, пока нам удается, на протяжении, по крайней мере, двух лет, которые мы конкретно занимаемся, у нас хорошая рентабельность по зерну, по подсолнечнику хорошая, по бабовым хорошая рентабельность. Себестоимость зерна, допустим, в нашем хозяйстве, вот затраты на гектар, если полностью выполнять, даже с учетом приобретения необходимого, ну, да, значительная. Ну, там, допустим, на гектар 15 тысяч можно потратить. Ну, а с другой стороны, все зависит от ценности зерно, если вырастить 50-60 центнеров, то это многократно окупается. И там рентабельность 100-200 процентов. Это все окупается. Урожайностью своего хозяйства Владимир Викторович доволен. Говорит, уже есть результаты работы по минимальной технологии. Общая урожайность составила в площади 380 гектаров 66 центнеров. Я имею в виду общую площадь нашего, так сказать, содружества. Я считаю, что это нормальный урожай хороший, который окупил все затраты и который показал, что, в принципе, мы двигаемся в верном направлении. И если дальше работать, усовершенствовать технологию, то, наверное, можно будет надеяться, что будем получать, ну, в каждый год по 50 центнеров, я думаю, будем получать. По образованию Владимир Шляхов – агроном. Он знает, что в любом деле необходимо научное обоснование. Потому, внедря биологическую систему земледелия, обратился за помощью к ученым. Мы всегда отбираем пробы, будь то семена, будь то образцы почвы, растений. Отправляем в институт, это не фитопатологии, где все это подробно рассматривается и даются конкретные рекомендации. Чем работать, каким лучшим препаратом, с каким действующим веществом. От химии, кстати, Владимир Шляхов планирует постепенно отказываться в пользу биологических средств защиты, как того и требует программа «Биоземледелие». Химические средства защиты – это как бы мертвая вода, понимаете? Они убивают репти, но и в этой поражании предусмотрено использование биологических средств, которых я между собой назову живая вода. Мертвая вода – это химические препараты. Они должны работать на обеззараживание, на борьбу с патогенами. А биологические препараты, полезные микроорганизмы, там, где есть и стимуляторы роста, они должны занимать это место и размножаться, как в почве, в микоризе растений, понимаете? И этим самым приносить пользу и растению, понимаете? И почва, соответственно. А еще у Владимира Викторовича на полях неплохо перезимовали озимые. Во многом, считает фермер, это благодаря переходу на новые технологии. Сейчас для озимых момент истинный. Я так думаю, что озимые по осени, цыплят по осени считают, а зимые по весне. Потому что сейчас для озимых наступает очень трудный период, правильно? Они должны выйти с зимы, а мы должны помочь им этот стресс пережить. Мы должны их подкормить, подлечить. Начинает озимый отрастать, мы тогда начинаем опрыскивать биологическими препаратами, даем микроэлементы, даем карбамид для того, чтобы запустить фотосинтез в листе. В планах у фермера Шляхова продолжать работу по биоземледелию, совершенствовать агротехнологические приемы, минимизируя затраты на обработку почвы. Природа – хороший учитель, считает он. И нарушать плугом живые процессы, происходящие в почве, просто негуманно. Многие не понимают, для чего вообще это все надо, понимаете? Вот привыкли так вот сеять, убирать. Ну, все нормально, сеем, убираем, да? А ведь тут есть небольшая недоработка. Наверное, какую-то литературу издать надо, понимаете? Как-то пропагандировать, для чего? Потому что смысл весь привлечь сотрудники почвы, понимаете? Чтобы она работала, понимаете? И помогала нам. Не просто то богатство, которое лежит под ногами у нас, а мы там думали, как это все накормить и потратить деньги на удобрение. Нет. Надо так, чтобы в дальнейшем количество удобрений снижалось, понимаете? Количество ядохимикатов снижалось, чтобы продукция была более качественная, здоровая. Но для этого нужно сделать совсем немножко, запустить почву. Но это процесс очень долгий, и его нужно осмыслить. Ждать Владимир Шляхов готов. Когда-нибудь мечтает начать работать по нулевой технологии обработки почвы. Говорит, ноутил – это высший пилотаж освоить, который фермер готов. Оставить своим детям землю, способную давать богатый урожай – его задача номер один. А это крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Беличенко в Белгородском районе. Многопрофильная семейная ферма, в которой главные труженики – Евгений Владимирович и его зять Вадим Немыкин. Биологическое земледелие здесь тоже одно из приоритетных направлений развития сельского бизнеса. На сегодняшний день свыше 400 гектар. Землю нам достались, скажем, поля низкоконтурные, малообъемные. Поэтому на сегодняшний день мы привели в порядок, вносим органические удобрения. Органику берут из собственной конюшни, хотя заводили лошадей не для того. С детства Евгений Беличенко неравнодушен к этим животным, вот и решил, когда будут средством построить собственную конную школу. В первую очередь пытаемся создать рай для лошади. Рассказывал, там внизу у нас будут большие манежи, специально под них сынокосы, травы специально сеем. В этом году все уже сделано. То есть в том году не получилось, а в этом году... А то мальчики здороваются. Никогда можно не любить. Иди сюда, иди сюда, иди в камеру, иди сюда, иди сюда. Подойди, подойди, посмотри сюда. Лошадка Фима – особая гордость и любимица Евгения Владимировича. Красавицу породы фриз ее и вправду ездят, что любить. Самая умная, самая... Да, Фимусик. Интеллигент в втором поколении. Никогда не обидит никого. То есть генетически, генетически, если у лошади данной породы фриза – это королевская лошадь, что присутствовала агрессия, ее выбраковывали от разведения. Поэтому она самая спокойная, самая равновешенная. Ну, гляньте, какая. Мой зайка. Кроме фризских, есть в конюшне и другие породы – русская верховая и владимирский тяжеловоз. Вот это отдельная эпопея в моей жизни. Года три назад решил себе подарок сделать. Поехал купить... Это две подружки. Поехал купить тяжеловоз. Какой хозяин, такая лошадь должна была, что этих жалко стало. Поехали Юрию в польский конный завод, заложенный еще при Екатерине. Они не продавали тогда лошадей, но правдами-неправдами двоих, что называется, вымутили. Еще один вид бизнеса, которым занимаются в этом хозяйстве – декоративное садоводство. На этой площадке главный потуям, можжевельникам и елочкам Вадим Немыкин. Сейчас они находятся на доращивании и, говорит, перезимовали хорошо. Главным достижением считаем то, что в настоящий момент мы уже можем сами производить посадочный материал, выращенный здесь на Белгородчине. Это уже не привозные европейские растения, а полностью полученные здесь саженцы. У нас сделаны теплицы со специальными условиями, где происходит черенкование. Вот они – теплицы для черенкования, оборудованные по последнему слову техники. Здесь стоят две системы. Тут стоит система тумана, то есть висят такие форсунки на четыре отверстия, через которые проходит вода и мелкодисперсно распыляется в виде тумана. Расположены на высоте полтора метра на уровне почвы, и тем самым позволяют проводить черенкование декоративных растений. То есть веточка растения может укореняться в этих условиях для соблюдения влажности, температурного режима. Также здесь теплица затенена сверху. Укоренение тоже нужно для укоренения, потому что должна быть полутень такая. Также здесь устанавливается система полива. Это другие форсунки, расположены выше, и они позволяют проводить дождевание в теплице. Новые технологии – это основа работы крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Беличенко. Новое и интересное здесь можно встретить буквально на каждом шагу. Площадка орошается спринклерными поливалками. В летнее время это регулярный полив минимум в два раза в день. То есть растения получают воду, без этого никак и никуда. Потому что зона засушливая, а растения требовательны к влаге. Стоит на емкости накопительные, где вода подогревается за счет солнца. Уже по трубам через электромагнитные клапаны подается сигнал, они открываются. И компьютер сам по времени включает зоны, то есть площадка разбита на зону, и осуществляется полив растений. Вадим Немыкин вообще-то родился и вырос в городе. Получил высшее техническое образование. Но семейный бизнес заинтересовал парня больше, чем работа по профессии. Причем Вадим освоил не только ценообразование, но и окулировку, пикировку и другие технологические процессы растениеводства. Здесь в настоящий момент происходит посадка капусты белокочанной в кассеты. То есть процесс происходит в следующие этапы. Набиваются кассеты торфом, делаются лунки. С помощью специальной селки семена рассыпаются по лункам. То есть в каждой кассете 144 ячейки. Это 144 семечки, это 144 кочанокапусты. В том, что капуста – дело прибыльное, убедились в прошлом году. Продали все подчистую, поэтому в нынешнем сезоне решили удвоить площади с этим овощем до 17 гектаров. А еще собираются сажать морковь, свеклу, лук, словом, все, что нужно хозяйке для борща. У нас рассадовыслачная техника своя, итальянская, очень хорошая машина. Сейчас заказали, еще одну ждем. В том году двухрядные сажали, в этом году будем двухрядные, еще четырехрядные заказали. Так как увеличили площадь, поэтому нужно больше машин, чтобы в сроки высадить рассаду. На сегодняшний день в крестьянско-фермерском хозяйстве Беличенко работает пять теплиц. Со дня на день запустят еще одну. Будущий урожай планируют хранить в собственном овощехранилище. Котлован для его постройки уже вырыт. К сентябрю, говорят, проект будет реализован. В настоящее время нами создан сельскохозяйственный кооператив. Проводим работу по влечению новых членов сельскохозяйственного кооператива. Работаем уже с устоявшимися, создаем бизнес-проект, уже, точнее, создан и защищен. Собственное овощехранилище. Планируем переработку. Организовать тоже в дальнейшем. То есть все наиболее благоприятные ситуации трудно придумать в нынешнее время для поддержки государства, импортозамещения. Особую ставку Евгений Беличенко делает на будущий сад интенсивного типа, который раскинется вот на этих пока пустующих склонах. Мы очень предметно занимаемся этим вопросом. Не хотелось бы повторять ошибки, скажем, наших партнеров. И поэтому на сегодняшний день изучаем и практически в стадии выхода в поле. Планируем в этом году, ну, как получится, минимум где-то 7-8 гектаров, а в планах 45 гектаров. Но и это еще не все. Сегодня в хозяйстве активно мастерят ульи. Пасека с домиками для апитерапии уже почти готовы. Здесь шутят, сами мастерим и за качество сами же отвечаем. У меня друг есть. Он говорит, есть человек, будет бизнес. Вот появился человек, сам пришел, говорит, давай сделаем. Я обратился в районную администрацию, сельхозуправления. Только за, только поможем, поддержим, делаем. Все. Есть человек, ответственный человек, который будет этим заниматься. Будет любой бизнес. Можно хлеб пить, зарабатывать. Вот там, не знаю, что делать. Станки делать, зарабатывать. Но как делать? Главное, важно, чтобы специалист был. Своих специалистов Евгений Беличенко ценит. Говорит, хорошие руки и светлая голова сегодня на вес золота. Хотя золото для него не главное. Он любит труд, лошадей и хранит память о предках. Эта коллекция старины – еще одна гордость фермера, которую он в шутку даже называет своей болезнью. Годами, столетиями, наверное, использовалось. Люди теплоту своей души вкладывали. Вот, нашли место такое. Тут, по крайней мере, вот здесь, русская, российская, старая. Вот, и до недавнего времени даже сюда европейских вещей не пускал. Потому что любит фермер все свое, родное, с местных полей и огородов. И считает, что нет такого дела, которое не было бы по плечу Евгению Беличенко. Между прочим, он собирает иногда у себя местных поэтов и писателей. Устраивает вечера за своим гостеприимным столом. Благо, самоваров здесь хватает на всех. О том, как химические средства защиты растений заменить биологическими, знают в Белгородском Россельхозцентре. Здесь занимаются разработкой и производством препаратов биологического происхождения. Но главной целью своей работы считают не только выпуск продукции, но и обеспечение информации сельхозпроизводителей, как сочетать разные средства защиты растений. Если взять анализ применения средств защиты растений, на сегодняшний день пестицидная нагрузка у нас в области составляет 2,2 килограмма на каждый гектар. За последние 10 лет выросло в бои. Это произошло в связи с изменением технологий возделывания, значит, обработки почвы. Перешли на низкозатратные технологии обработки почвы, даже на наутил. Часть хозяйств перешло. Естественно, в первые годы риск проявления болезней, вредителей, особенно в сорняков в первые годы. Начало вот освободения этих технологий очень большое и сразу возрастает количество применений гербицидов и других пестицидов на полях. Снизить химическую пестицидную нагрузку биологическое Александр Анисов предлагает, например, за счет внедрения маленького, меньше миллиметра, яйца паразита трихограммы. И в данном случае слово «паразит» не несет в себе привычного отрицательного смысла. Самки этого насекомого откладывают яйца в яйца-вредителей, из-за чего последние погибают в начальной стадии своего развития. Все гусеницы бабочек, яйцекладки бабочек, как раз повреждаются трихограммой. И поэтому, начиная от злостных таких, как луговый мотылёк, и конча, и яблоновый плодорожор, и кукурузный стеблёвый мотылёк, все виды совок, огнёвок и всего остального, практически трихограмма с ними. Если не усажает их полностью, то она держит какой-то баланс в природе с тем, чтобы они были не особо опасны для производства сельскохозяйственной продукции. Процесс производства начинается здесь. Зерно поступает из хранилища, затем подвергается термической обработке и заражается яйцами зерновой мули, или, говоря научным языком, ситотрогой. На это уходит около недели. Потом это зерно перевозится и загружается вот здесь в кассеты. В течение где-то месяца идёт от лоупамочек. Если посмотреть на линии, внизу вот у них есть специальные уловители, и подвешены здесь вот в ёмкости мешочкой, куда они вдуваются воздухом, сбиваются вниз и собираются вот эти кассеты. Переносится в следующую лабораторию, где получается там уже производство, то есть получение из них яиц. Зерновая моль собирается в мольсборник, после чего мы её расфасовываем по контейнерам, вот таким образом. В каждый контейнер примерно 250 тысяч штук. Затем каждый контейнер просеивается, чтобы отделить бабочек от их яиц, потому что в дальнейшем процессе бабочки уже не участвуют. Яйца зерновой моли мы приклеиваем с помощью пара, вот таким образом. Вот таким образом яйца наклеиваем. После чего берём отродившуюся трихограмму из расчёта, ну, в общем, на каждую банку наклеивается где-то примерно 15 грамм яиц зерновой моли, и где-то 1,3-1,5 грамм трихограммы необходимо на каждую банку для заражения. После этого каждая баночка закрывается вот таким образом и ставится на стеллаж. Всё, что остаётся, через 5 дней исчистить яйца трихограммы. Такая лаборатория единственная в Российской Федерации. Хотя ещё в доперестроечные времена маленький, но полезный жучок пользовался спросом. Сегодня к этому биологическому методу защиты растений обращаются вновь. Среди активных пользователей трихограммы – зерновые компании региона, которые уже поняли – внесение яйц и паразита не только спасает от лишней химизации продукцию, но ещё и позволяет хорошо сэкономить. У нас есть сравнительные результаты затрат на применение химических и биологических средств защиты растений. Значит, против стеблевого кукурузного мотылька, если применять препарат, разрешённый к применению, с применением авиации, каратезеон, значит, он обходится где-то около, в пределах, около 400 рублей на гектар затрат вместе с применением самолёта. Наши препараты обходятся почти в два раза дешевле, где-то порядка 230-240 рублей на гектаре наш препарат обходится. Тоже вместе с затратами на применение, потому что затраты на применение очень небольшие. Самолёт за одну загрузку трихограммой полностью её применяют специальным приспособлением на Ан-2 или других мелких летательных аппаратах. Он небольшой аппарат. Трихограмм яйца ситотрога, заражённые трихограммой, разбавляют манной крупой. Они схожие по размеру, если вы видели, снимали всего лишь. Вот, и в порядке где-то 1 к 3. И вот это рассыпается по территории. И за один взлёт самолёт обрабатывает поверхность где-то порядка 5000 гектаров. А здесь производят биологический препарат «Ризоплан». Это эффективный биологический препарат с применяемыми для защиты растений. Вот это жидкий препарат светло-золотистого цвета, который используется потом в сельском хозяйстве, так же, как и практически для многих культур. Он производится в несколько этапов. Первый этап – это, значит, нужно получить посевной материал. Это производится в боксе. Этот микроб сажается на питательную среду. Потом далее происходит получение маточной культуры. Потом варится основная питательная среда для него, гороховая. Она потом заражается маточной средой и оставляется на аэрацию термальной на одни сутки. И потом получается готовая продукция. Срок хранения «Ризоплана» небольшой – всего один месяц. Поэтому много препарата сразу не производят. Знакомство сельхозпроизводителей с ним только набирает обороты. Но в Россельхозцентре ему пророчат успешное будущее. Препарат, получается, биологический, который не влияет на человека, на животных. Невоздействие никакое не применяется. Если он применяется на сельхозпродукции, то потом она не влияет ни на вкус, ни на запах, ни на что. Также ни в окружающей среде, нигде ничего. Его можно совмещать с другими микроорганизмами и также с пестицидами, со всем остальным. Он очень безопасный и никакого вреда не приносит никому. Высокая эффективность биопрепаратов уже доказана в прошлом веке. Сегодня во время высоких технологий изобретение очередного велосипеда нецелесообразно. Природа подарила нам самое ценное, что у нее есть. Надо просто протянуть руку и пользоваться с умом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова